Здравствуйте дорогие друзья, приветствую всех на канале. Сегодня хочу вам продемонстрировать очередную партию якутских ножей. К сожалению, высота штатива моего не позволяет разместить выше, поэтому еле помещается это все в кадр. Сейчас мы отложим, немного расчистим территорию, и я вам покажу их поближе. Так, начнем мы вот с этого ножа. На этом ноже клинок от Леонида Ясенецкого. На всех остальных ножах клинки от Александра Еременко. Так, здесь у нас клинок отполирован в зеркало. Сталь, это авторская сталь Ясенецкого Гаврика ЕА-213. То есть это не оживающая сталь, их собственная разработка. Там как-то они ее делают, я особо не вникал. Показывает очень хорошие результаты на тестах. Она, ну не знаю, по крайней мере по тесту на канату, она сильно превосходит АМ-390. У Леонида Ясенецкого на канале, в YouTube, есть видео по тестированию этой и еще нескольких стали, с которыми они как бы работали. Покажу вам поближе. Сейчас я немного добавлю яркости. Одну секунду. Вот так, думаю, будет лучше. На рукояти шпальтбука попался очень красивый брусочек. С очень густым рисунком. Тыльничек скруглен. Сечение яйцо. Все якуты в этот раз я сделал с Больстером. Я не знаю, что-то мне в последнее время понравились якуты с Больстером. Не знаю, почему не могу это объяснить. Просто мне вот так нравится, поэтому я сейчас так делаю. Клиночек, еще раз повторюсь, от Есенецкого. Вот его клеймо. Отполирован. Ну, по желанию заказчика. То есть это все было сделано по желанию заказчика. Так же самое максимально выполирован дол. Красивый шпальт. Очень мне нравится. Ножны из кожи растительного дубления. Толщина кожи 4 мм. По желанию заказчика я подвес делал в виде тесьмы. Покажу поближе. Кто следит за моим каналом, то увидел уже неоднократно такого и плана ножны. Но по статистике видео смотрят люди не подписанные. Ну, в большей мере. Поэтому покажу поближе по возможности. Так, следующий нож. Ножны такие же, особо их показывать не буду. Здесь все абсолютно то же самое, только немного другой цвет. Даже не цвета, а оттенок другой цвет. Цвет по-коричневый. Так, клиночек здесь от Александра Еременко. Вот его, как бы, характерный его такой брутально битый дол. Клинок из стали CPM3V. На рукояти у нас Больстер Мельхиор, проставочка из зуба Мамонта и Аронвуд в качестве основного материала. Покажу вам поближе. Вот, красивый обувь. Прикольно вписался сюда зуб по рисунку и по цветовой гамме. Мне кажется, очень неплохо он сюда вписывается. Отличная просто попалась деревяшка. Красивая, переливается с насыщенным рисунком. Причем это как раз был такой узкий брусочек. То есть, я, ну, брусок был более широкий, но у него с одного края была трещинка. Поэтому, ну, этот брусок можно было ставить только вот на такую узкую рукоять, чтобы эта трещина просто ушла. Ну, при обработке. Так оно и получилось. Этот брусок давно лежал, ждал, когда он пойдет на какой-нибудь якут. Переходим к следующим ножам. Это пара, заказанная одним человеком, для себя и для своего друга. То есть, здесь нож правша или левша. Заказаны были одинаковые ножи, тоже в разных оттенках. С клапаном и с таким, как бы, более современным подвесом. Так, отложим. Пока сейчас покажу вам сначала один, потом второй. Пока еще ножны очень плотно держат. Клиночек здесь от Александра Еременко, тоже сталь CPM3V, как и на следующем ноже. На рукояти у нас мельхиор, проставочка из бивня мамонта стабилизированного. И стабилизированный шпальт бука. В данном случае на этом ноже с подкрасом в желтый цвет. Так, покажу вам, не знаю, вид сверху. Красивый шпальтик. В данном случае монтаж на стяжку. Сквозной монтаж и поставлена стяжка корби. Потом в этой стяжке просверлено отверстие. И туда вставлен... Сейчас не могу словить, так чтобы оно бликовало. Вот так вот. В стяжку вставлен мозаичный пин. Так, и сейчас мы сразу же достанем второй нож. Ножи как бы близнецы, но не однояйцы. Второй нож для левшей. Тоже клиночек CPM3V от Александра Еременко. Все, в принципе, то же самое. Но шпальт без подкраса в желтый цвет. В натуральном цвете. Стабилизированный шпальт бука. Проставочка из буквально того же бивня мамонта. Так же само реализован бойстер. Тыльник. Все то же самое. Тоже сквозной монтаж на стяжку корби. Просверлено отверстие. Вставлен мозаичный пин. Так, покажу вам поближе ножны. Покажу только одни, потому что они, в принципе, одинаковые. И особо смысла показывать. Травить времени нет. Очень красиво получились торцы. Сделан дабл файл. Так, это для левши немного неудобно для меня. И вот так вот на пуклю закрывается. Кстати, кто подписан, кому интересно, кто подписан на меня в инстаграм, я по изготовлению этих ножен сделал небольшой мастер-класс в инстаграме. То есть там было много фоток и описание, как, что, зачем делается. Поэтому, если вы не подписаны, если вам интересно, то рекомендую подписаться в инстаграме. Там немного более живее, чем на ютюре, потому что там, ну, ну, это все с пылу-жару. А для ютюба нужно конкретно записывать, монтировать видео. И это намного больше времени занимает. На этом я буду заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если это вопросы, я всегда по возможности, если вижу комментарии, потому что YouTube не всегда показывает их, ну, то есть не всегда приходят уведомления о том, что был написан комментарий. Поэтому, если долго не отвечаю, вы пробуйте повторить. Видимо, просто я его не видел. Все, спасибо. Все данные, все размеры будут в описании под видео. Также будут обязательно все ссылочки, по которым можно будет подписаться. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok